Если бы тогда, 24 февраля 2022 года, весёлым и излучающим оптимизм кремлёвским пропагандистам... Ну, ты счастлив? Это почему-то привезло? Ну, в общем-то... Нет, значит, я счастлив, конечно. Это рано или поздно надо было делать. Но дальше надо думать о юго-востоке Украины, да и о Киеве тоже. Соцсети сообщают, что уже наши в Харькове. Наши военные, высокие профессионалы-специалисты, они сделают свою работу максимально эффективно с минимальными человеческими жертвами. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить, как я тогда говорил ещё, в течение недели-двух, есть все. Сообщили, что к девятому месяцу войны они будут в истерике отражать сафари на российские корабли в Севастополе. И начинаем выпуск с ситуации в Севастопольской бухте. Сегодня утром там была отражена украинская террористическая атака с использованием 16 беспилотников, как воздушных, так и морских. Беспрецедентная сначала специальная операция. Они бы в жизни не поверили и долго крутили пальцем у виска. Но реальность в который раз долбанула уропатриотам прямо в лоб. Ведь та самая защищённая гавань в России по факту оказалась лёгкой мишенью. Террористическую атаку на главную базу Черноморского флота в Севастопольской бухте российские военные отбивали на протяжении нескольких часов. Охренеть! Это он поймал, что ли, кого-то? Это, походу, подводный дрон был. Кто и чем атаковал Черноморский флот РФ прямо в его логове, мы можем только догадываться. Но поскольку официальной информации нет, мы вполне допускаем, что это свои же вышедшие из повиновения ракеты. Или, что это дело рук легендарных рептилоидов. Ну или, что тоже нельзя исключать комаров из американских биолабораторий. Ну, не зря же Минебинзе весь мир пугал. Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника. Но здесь необходимо отметить, что вопрос, кто конкретно устроил сафари в Севастополе, это дело второстепенное. Куда важнее другое. Целая армада как воздушных, так и наводных целей не только прошла все защитные системы РФ, но и, судя по вот этим кадрам, имела достаточно времени, чтобы выбрать цель пожирнее. Представляем, как смеялись, глядя на прыгающих в воду матросов РФ. Не только силовики НАТО и Китая, да и вообще все сколько угодно крупные игроки. В общем, это было легендарное унижение России, которое по факту закончилось многочисленными повреждениями кораблей Черноморского флота. По версии российских властей, незначительные повреждения получил тральщик Иван Голубец. Однако, судя по фото и видео, которые публикуют разные телеграм-каналы, повреждены еще как минимум два корабля. Поврежден в частности сторожевой корабль «Адмирал Макаров». Украинские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что поврежден или потоплен еще один носитель калибров, а фрегат «Адмирал С». Причем правдивая информация от россиян, конечно же, ждать не приходилось. Они, напомним, и о крейсере «Москва» говорили, мол, все нормально, повреждения несерьезные, крейсер идет в порт. Начаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого огня нет, взрывы боеприпасов прекратились. Основное ракетное вооружение не повреждено, судно остается на плаву, принято решение отбуксировать его в порт. Какой же была реальная ситуация, все отлично знают. Да и косвенные факторы позволяют предположить, в бухте Севастополя случился настоящий разгром. Ведь первое, что сделали оккупанты, это принялись отключать камеры видеонаблюдения. В Севастополе закроют доступ к просмотру видео с камер наблюдения. Его оставят только для сотрудников спецслужб и системы «Безопасный город». А что такое, ребят? Есть что скрывать? Как говорится, то ли еще будет. Хотя уже после севастопольского позора российские пропагандисты и чиновники закатили страшную истерику. Сейчас нужно быть начеку севастопольцам особенно. Да эти люди перешли на терроризм откровенный, на асимметричную войну. Это кощунство, да? Им дали возможность зерно перевозить, они используют это в военных террористических... Давайте не будем. Дошло до того, что в МИД РФ даже собрались в совбезе ООН вероломную атаку на Черноморский флот обсудить. Заседание созвала Россия, чтобы обсудить атаку украинских беспилотников на Севастополь. Целью были корабли Черноморского флота и гражданские суда. Нападению подверглись в том числе те из них, которые обеспечивали функционирование зернового коридора. И смотрелось все это максимально жалко. Или может кто-то всерьез думал, что вы будете из Крыма ракеты по Украине запускать и вам за это ничего не будет? Да только за вот такое. Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования, по системам военного управления и энергетики Украины. Каждая, еще раз, каждая посудина Черноморского флота – это законная цель. Да и как вообще клюв поворачивается о каком-то терроризме говорить у тех, кто, в отличие от Украины, не с военными базами, а с мирными жителями воюет. Полностью вывести всю инфраструктуру. Все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все тяговые подстанции, все линии электропередач, все железнодорожные узлы. Вот тогда Украина опустится в холод, в темноту. Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу. Вся ж планета видела, как в очередной понедельник Россия вновь нанесла ракетные удары. Уже не только по украинским ТЭС, но и по ГЭС. После ракетного удара по Запорожью, плотину Днепровской ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, заволокло черным дымом. Также поражены еще три гидроэлектростанции. Южно-Днестровская, Каневская и Краменчугская. Что вызвало просто нереальное ликование сразу на всех федеральных каналах. Сегодня по Украине была нанесена самая мощная ракетная атака по критическим объектам инфраструктуры. Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50. Страдает украинский народ? Да, страдает. Но ничего не сделал для того, чтобы освободиться от тех людей, которые втянули их в эту историю. И каждый, еще раз, каждый из этих городских сумасшедших отлично понимает, что конкретно украинским вооруженным силам от этих ударов ни холодно, ни жарко. У каждого подразделения есть генераторы. И единственное, кто страдает из-за вот такого терроризма... Сегодня утром российская армия выпустила по Украине 50 ракет. 44 из них удалось сбить системам ПВО. Остальные повредили объекты энергетической инфраструктуры. В шесть областей остались частично обесточены. Это мирные жители, которых якобы так любит и ценит Путин, о чем ботоксный дед опять крякал, на этот раз со сцены Валдайского дискуссионного клуба. Ну вот происходит то, что происходит, эта трагедия на Украине. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Людей не жалеют совсем. Причем на этот раз кремлевский террорист, кажется, пробил не только дно, но и днище. Чудак, который вот уже месяц тратит сверхусилия, чтобы украинские дети мерзли зимой, перед камерами решил повозмущаться убийству иранского военного. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Козыряя фразочками из Сирии, это что такое? В каком мире мы живем? Убили на территории третьей страны. И сказали, да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Мы, додик, живем в мире, где одни воюют с базами врага и его генералами, а другие со светом и водой для мирных людей. Разницу улавливаешь? Причем ладно уже бьете, но хоть свято, что из себя при этом перестаньте корчить. Мы уже думали, что темник об операции спасения... Не случайно эта военная операция называется спасение? Пропагандисты окончательно отправили в Останкинские унитазы. Но нет. Вот что говорила Симоньян после очередных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. И мы их, Майкл, уж извини, пожалуйста, спасаем. Помощники, блин! Спасают, помогают они! Мало того, что с вашей помощью Донбасса уже и того не осталось, так вы теперь и по каскадам Днепра лупите. А прикиньте, на Днепрогессе, не дай боже, после нового удара дамбу прорвет. Сколько людей погибнет? Тысячи? Сотни тысяч! Причем в том числе и на территориях, которые Россия считает своими. Как после такого вообще язык поворачивается о спасении говорить, а? И мы их, Майкл, уж извини, пожалуйста, спасаем. Но это Россия, детка. Здесь нет дна. Одних убивают, других морят голодом и корчат при этом из себя монашек-девственниц. Причем проморят голодом, это же не игра слов. Угадайте с одного раза, на ком решила отыграться Россия после звездюлин в Севастополе. Фу, это было довольно ожидаемо. Ведь Путину не жалко не только украинских детей, но и африканских, которых типа большой друг Африки, решил оставить безжизненно необходимого зерна. В Министерстве обороны заявили, что Россия выходит из зерновой сделки. Хотя здесь надо сказать, что Кремль лишь искал повод, чтобы выйти из зерновой сделки. Ведь еще до удара по Черноморскому флоту путинские бояре все уши прожужжали, мол, поставки зерна из Украины нужно прекращать. Россия угрожает выходом из зерновой сделки, если не будут выполнены ее требования. Вот казалось бы, а какое вам дело? Чем России плохо, что беднейшие страны Азии и Африки не будут голодать? А ответ он как бы на поверхности. Путина очень не устраивает, что продажа зерна позволяет Украине хотя бы частично наполнять бюджет, платить зарплаты и пенсии. Подождите, а с какой радости в принципе Украина должна получать деньги от этой сделки? Они хотят, чтобы не только света и тепла, но и никаких доходов. Причем говорят об этом прямо. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Со стороны останется в полупсе. Жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект. По замыслу кремлевских, прости господи, стратегов, украинцы в такой сложной ситуации побегут устраивать Майдан и требовать от Зеленского договариваться с Россией. А потом эти уроды сидят, супер на кулак наматывают, показывают фоточки, как они там со свечечкой и с пауэрбанками бегают. Вместо того, чтобы пойти с вилами и вынести нахрен все вот это вот, вот этих всех чертей, которые там сидят. Мы там всем, кому надо, объясняем, принуждаем, что вот у нас, ребята, остался там месяц до наступления зимы, до холоду. Значит, мы сейчас свою военную операцию ведем вот так, вот так, вот так, в том числе наносим удары по энергетической инфраструктуре. Вот это действительно наше последнее предупреждение. Давайте мы сядем с вами за стол переговоров. Но у нас для Путина и компании плохие новости. Все это работает в обратную сторону. Если люди куда и побегут зимой, то не на Майдан, а в армию. А фото испортившихся гостей из России согреют остальных украинцев лучше любой батареи. Поэтому вся бравада сейчас по российскому телевидению. Обратите внимание, на самые важные, на самые критические из критических объектов мы ничего не сбрасываем. Пока. Пока. Если вы уже этого не понимаете, то тогда вот с окончанием осени и наступлением зимы, тогда действительно Украина перейдет на темную сторону. Все обещания победить до весны. Если говорить чисто с военно-стратегической точки зрения, то с учетом проведенной мобилизации, мы способны решить задачу разгрома, полная разгрома ВСУ и взятие под контроль всей территории Украины, ну, к весне будущего года. Это совершенно точно. Закончится только одним. 1 марта мы будем брать ваши хотелки. Мы способны решить задачу разгрома, полная разгрома ВСУ и взятие под контроль всей территории Украины, ну, к весне будущего года. И глумиться, глумиться, глумиться. Так, чтобы каждый гражданин Российской Федерации чувствовал стыд, в том числе и за беспомощность своей армии. Понимал, что скоро прям с улицы, мясом, куда-нибудь под Донецк, без подготовки отправят на убой уже его. Послушайте вон, как жонушки чмобиков запели. Находятся они на территории Украины практически уже. Кто-то участвует уже в боевых действиях и находится в зоне СВО. Тоже без всякой профессиональной подготовки они оказались там. Ни жетонов, ни позывных, нет ничего. У них нету командира, они ничего не обучены. Да вы что красивые, врут по телевизору, оказывается? Показуху для Шойгу устраивают? Да быть такого не может. Но то, что говорят по телевизору, какая там помощь, оказывается? Да ничего не оказывается. Гарнизоны, которые показывают по телевизору, в том числе, куда ездит Шойгу с президентом. И там показательные у них такие, значит, учебные занятия. Корпуса. На самом деле, фактически, это все с точностью наоборот. Там этого нет ничего. Просто люди спят на полу. То-то они запоют, когда мужиков в пакете домой вернут. Но уже сейчас вот это вот сомнение, вот это недоверие к власти, это бомба замедленного действия, которая рано или поздно рванет. Просто по три-четыре дня люди не едят. Они не едят, потому что нет еды. И тогда не помогут привычные победы ртом. Не поможет смешная бравада из серии «Легко победим одно из лучших подразделений армии США». Армия России уничтожит 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы», если она окажется на территории Украины. Не поможет очередная телеапопея Киева с картой. Технологии были, деньги на это выделены, материала больше, чем достаточно, мотивация есть, морали нет. Что останавливает? Поэтому южно-украинская атомная электростанция. Почему вы думаете, что они не смогут подорвать? Там могильники с ураном. Да и вообще ничего уже не поможет. Ведь пока весь путинский рейх держится именно на вере людей и к власти, и к телевизору. И пока вот эта вот вера есть, они будут хорохориться, бодрить друг друга байками о светлом будущем. И посмотрите на Владимира Владимировича Дорогова. Уверенный в том, что он делает, уверенный в том, что он говорит, уверенный, слава богу, в будущем. Мечтать о пытках нацистов. Как вот отличить нациста от обычного человека, вот в любой стране? Пытать. То есть пытать, чтобы выяснить... Да, нацистам или нет, правильно. Или снимать убогие ролики о Белгородском ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Каждый житель Белгорода и области прекрасно понимает, что благодаря работе ПВО мы все в целости и сохранности. Но еще раз, как только, вероятнее всего, через личное горе эта вера пропадет, начнется конец путинского режима. И тогда никакая Росгвардия или кадыровцы, или ФСОшники его не спасут. Царя Николая холопы тоже любили, а потом взяли и расстреляли. И это тот урок истории, который Путину нужно бы знать на зубок.